148-я школа – одна из самых больших в области. Здесь учатся полторы тысячи учеников в одну смену. С сегодняшнего дня работает в усиленном режиме безопасности. Здесь находится холл. Родители ждут детей в холле. Внутрь школы никого не пропускаем. Осуществляется проход в два места, то есть влево-вправо. Как ученик может доказать, что он ученик этой школы? У него удостоверение или что? Нет, значит, охранник знает в лицо всех. Полторы тысячи учеников? Практически всех, да. Как вы себя будете вести, если увидите, что человек, который пришел сюда, вам не знаком и ведет себя агрессивно? Моментально нажимаю тревожную кнопку. У нас есть тревожная кнопка. Прямо тут же вызываю ГБР. Через три минуты у нас ГБР в школе. Вот в это время я стараюсь всеми методами оградить учащихся и родителей. Пройти незамеченный вряд ли удастся. В здании установлена система видеонаблюдения, в том числе с инфракрасным излучением, чтобы все, что было снято в темное время суток, было хорошо видно так же, как будто днем. И все мои передвижения сейчас наблюдают охранники на экранах. Запись хранится 30 дней. Закрытые ворота, особый контроль на пропускном пункте. Для незнакомцев проход только по паспорту и разрешению руководства. И обязательный постоянный обход помещения в течение дня. Руку на пульсе безопасности держат все сотрудники школы. А вот там какое-то небольшое помещение, где можно спрятаться, да, например? Здесь как просматривается тоже? Конечно, просматривается. Здесь уборщица постоянно наводит порядок. Поэтому и контролирует, допустим, замдиректора ПАХ и Че, проходит. То есть все просматриваем, все углы. Главный принцип – не пропустить. И не только незнакомцев, но и ситуацию, когда угроза может вырасти в стенах школы. Профилактика опасных ситуаций ведется постоянно. За эмоциональным состоянием детей, особенно подростков, следят педагоги и психологи вместе с советом старшеклассников. У нас каждый ребенок знает, что в школе есть психологическая служба. Он знает прекрасно мой кабинет. И если что-то случается от каких-то недопониманий с преподавателями или между собой у них какие-то конфликты, то дети беспрепятственно могут обратиться и к психологам. У нас регулярно проходят родительские собрания, и на родительских собраниях выступают психологи. У родителей, конечно же, возникают вопросы, и они охотно записываются на консультации. Родителям психологи советуют уделять больше внимания своим детям, больше физической занятости и лучше спорт с небольшой степенью опасности, которую можно контролировать. А вот в интернете надолго лучше не зависать. Естественно, когда в соцсетях вот такое идет обсуждение массовое, для определенной части подростков, естественно, это может служить дурным примером. Широкое распространение в сети вот таких примеров, оно, конечно, не добавляет как бы к воспитанию подростка что-то положительного. Было лучше бы, если бы вот такого активного обсуждения в сети не было. После пермской трагедии во всех самарских школах усилили меры безопасности. Психологи и педагоги отрабатывают каждую потенциально опасную ситуацию с участием подростков. В прошлом году в Самарской области психологи смогли урегулировать около 200 конфликтных ситуаций. Олеся Корецкая, Станислав Левин, События.